Сегодня более 100 центробанков в мире, это информация банка международных расчетов Базили, более 100 центробанков в мире работают по теме CBDC, цифровая валюта центральных банков. Они изучают этот вопрос, некоторые приступили уже к разработке своих цифровых валют, некоторые уже тестируют эти цифровые валюты в рамках своих пилотных проектов. Где-то дюжина юрисдикций уже легализовали полностью цифровые валюты, но наиболее крупная из таких юрисдикций – это Нигерия, африканская страна, население которой, по-моему, более 250 миллионов человек. Это интересная такая тоже отдельная тема. Я хочу сказать, что это, конечно, проект построения цифрового концлагеря, и если, скажем, в прошлом десятилетии во многих странах популярными были частные цифровые валюты, которые называют криптовалютами, наиболее такая раскрученная из частных криптовалют – это биткоин. Тогда центральные банки говорили, что мы изучаем, мы пока не можем понять, хорошо это или плохо. Нам надо поддерживать криптовалюты или, наоборот, надо запрещать. Ну, когда уже были запущены или запускаются проекты CBDC, то тут однозначно уже все сказали – нет, криптовалюты – это плохо, их надо ограничивать, их надо запрещать. Вот. Ну, Россия, как всегда, отличилась на фоне всех остальных стран. Центральный банк Российской Федерации заявил о том, что на всех парах мы несемся к вот этому самому новому дивному миру, где будет цифровой рубль. А в то же время, значит, сейчас уже практически принято решение, на 99% принято решение о том, что мы будем развивать криптовалютный бизнес, майнинг криптовалютный, значит, и даже криптовалютные биржи – ну, это какой-то уже абсурд, это какая-то уже шизофрения, потому что нельзя одновременно делать ставку и на то, и на другое. В общем-то, и CBDC, и криптовалюта – это все плохо. Да, и трудно сказать, какой из двух зол является большим, какой – меньшим. Вот. Но уж одновременно гнаться за двумя зайцами – это, по-моему, такого прецедента я на сегодняшний день не знаю нигде. Вот. А может быть, это и хорошо промыслительно, может быть, Господь Бог таким образом пытается Россию спасти и от того, и от другого. Я не исключаю. Хотя есть и другие версии, что, мол, значит, Россия управляет не просто глубинные государства, там тоже есть свои какие-то фракции, какие-то группы. Одна группа дает команду нашим денежным властям, развиваете CBDC, а другая группа говорит – нет, делайте ставку на частные криптовалюты. Ну, вот такие парадоксы. Субтитры создавал DimaTorzok